Немного иначе мыслил, но с 91 года, став священником именно Иереем, я просто очень жестко взялся за вот это свое духовное состояние. Я заставлял себя мыслить вот именно только так, как вот именно мыслит моя церковь, моя организация, моя структура, то есть как бы моя конфессия, будем так чаще принято говорить. Вот, и в 96 году произошло, ну, несколько чудес. И первое чудо какое произошло, Божье Слово вернулось в мою жизнь. Я не знаю, это было чудом на самом деле от Бога. Вот, как оно произошло, все, я до сих пор не знаю точно. Вот, как-то все само собой произошло. Вот, и я познакомился с одним, да, ну, были случаи, конечно, когда, значит, я общался с разными людьми, вот. Но однажды я познакомился с одним протестантом, это был пятидесятник, да, дьяком пятидесятнической церкви, такой ортодоксальной, воронавской такой церкви, вот, в Сураж, в Сураж Брянской области, Сильных Григорий. Он сейчас пресс-фитер в этой церкви. Очень люблю этого брата, он такой, хотя из потомственных верующих, но очень искренней веры. Вот, я, как бы, очень ценю этого. И знаете, он, тогда многие вещи, я приоткрыл, но мы поначалу познакомились, но я не знал, что он протестант. Если бы я знал изначально, потому что он пятидесятник, тем более, даже не баптист, даже. Знаете ли, потому что еще с семинарской скамьи я помнил, что, вот, сектовидение еще, я помнил, что есть баптисты, есть пятидесятники, там, и другие какие-то, но градация такая была, что, значит, баптисты, это, как бы, тихие, сумасшедшие, как бы, а пятидесятники, которые буйные, которые, как бы, ну, это, что запомнилось мне. И все, в принципе, как бы, так, особенно, я не вникал сильно, хотя, по сектовидению, у меня было пять плюсов, я сдал, сразу, хорошо, вот, сдал, потому что, я помнил, это, как сдавать марксистскому институту, главное не останавливаться, говорить, 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 и всех ругать, а всегда хвалить, все, вот, и сдашь сто процентов, и я сдал на пять плюсов даже. Хотя, сам, честно говоря, особенно, мне даже сейчас, ну, немного и смешно, и грустно одновременно, я же ничего не знал, фактически, вообще, так понахватался по верхушкам всего, вот, и все это цитировал, вот, значит, не вникал даже в этот вопрос, и вот, ну, узнал, потом уже, по ходу разговора, значит, этот Григорий, он что-то там довольно обширно так процитировал с писаний, он не сказал что-то из Библии, но, там, я же знал, я же когда-то читал, писание хорошо, и живыми, я понимал, что наши люди Библию не читают, я думаю, откуда у него все это, я, значит, насторожился сразу, конечно, я ему, значит, говорю, Гриша, Григорий, вы, ну, христианин? Он говорит, да, христианин, я конкретизирую его, православный, Владик Легин на буржуазию, он, короче, сдался, вот, моего Ильичевского взгляда, он, короче, сказал, я, говорит, христиан, верный евангельский, пятидесятников, короче, верующий, ой, ну, я сразу набросился на него, ну, как набросился, не с кулаками, но, со словом таким, вот, боже, здравствуйте, и я помнил урок по сектору ведения, он, знаете, какой, значит, кстати, не в Москве, а в Загор, в этом, не в Загорстве даже, а в Ленинграде, бывал там на лекциях иногда, попадал, приезжал в Ленинград за литературой, ну, там, 87-88 годы были еще тогда, и перестройка полным ходом шла, значит, и, как бы, много что нового открывалось такого, и вот попадал в Ленинграде на лекции, значит, и там говорилось, очень хорошо солидовался, значит, православным миссионерам, вот, лучшая защита в нападении, знаешь, не знаешь, при разговоре вот таком с сектантами, самое главное, не останавливайся, говори, и, как говорится, морду танком, и вперед, все, вот, и, а дальше уже будет ясно, значит, и я, в общем-то, так вот и казался с Гришей, я говорю, как вы же вы христиане, как вы же креста не носите, морщи не почитаете, значит, а, значит, богородицу не чтите, вообще, ну, бедные люди, значит, Григорий, как бы, да, значит, да, да, вот, значит, и я ему, значит, пожалел его неопытность, значит, дал ему книжку почитать, «Земная жизнь присутствует Богородице», вот, он взял, пообещал прочесть, ознакомиться, я думаю, ну, слава Богу, думаю, примет Богородицу уже наполовину нашу же, а дальше уже вопрос там делал, вот, и, представляете, он из своих сектантских штанин достает свою литературу под руку, и мне ее протягивают, и говорит, батюшки, я вашу прочитаю, а вы мою прочитайте, ну, я взял ее, даже, ну, потом перекрестился, конечно, потом пошаманил, там все положено, вот, а насчет, и, насчет, ну, вот та книга очень сильно мне помогла в жизни, очень сильно, вот, даже больше, чем просто сильно, это были проповеди Эрна Штеггена, Людмила Плетт, книга называется «Время, начат с Госдоном Божьего», это вторая книга трилогии, я потом всю трилогию прочитал, «Пробуждение сейчас с меня», а третья книга «Глаз в бьющем пустыне», это Людмила Плетт, автор, значит, по сути, это сборник проповедей, и, значит, и главных тезисов вот этого немецкого проповедника в Южной Африке, Эрна Штеггена, «На квасе за банду», там, среди Зулусов, его «Пробуждение», вот, о чем она пишет, собственно, вот, и меня очень сильно коснулось, вот эта вторая книга трилогии, она как раз именно о служителях, как раз именно о пастырях, о лидерах, об ответственности служителях, и это настолько сильно, там такие примеры, и они не конфессиональные примеры, очень хороши, они, ну, к любой конфессии применимы, абсолютно, то есть они универсальные примеры лидера и его позиции перед Богом, значит, и перед людьми, ой-ой-ой, я там карался-перекарался на этой книге, там, там, нарекелся, не знаю, я вообще, да, и в перерывах между, там, чтением и ревом я просто, ну, так размышляю, думаю, стоп, не православный автор, но такие православные вещи пишет, думаю, а такие хорошие вещи, а потом сам еще думаю, ну, книгу пока переводили, пока издавали, значит, может, он уже покаялся, что там в этой секте, он уже, наверное, православный, наверное, ну, такой же, это же золотомосты нашего времени, думаю, ну, дал своей матушке, ну, своей жене, почитать тоже, она, ну, изначально не хотела, вот, даже была напугана, что я взял сихранскую литературу, вот, как бы, вот, и говорит, ты, конечно, не читай, я говорю, ну, обижаешь, мамушка, ну, яйца в курицу не учат, безгода неделя, чему меня православного протестану может не учить, ну, обижаешься, а самому интересное было, любопытство, страшная вещь, говорят женщины любопытные, мужчины еще больше любопытные, наверное, вот, мне было так любопытно, что же там все-таки есть, вот, интересно, вот, вот, так ли, страшно, как его молюет вообще протестанта, но, одним словом, значит, ну, и я прочитал, думаю, первую страничку, вторую прочитаю, а больше там много елесей не напугаюсь, вот, ну, тем более, я себя правовал тем, что, когда мы встретимся, обменяемся с новой литературой, думаю, ну, вдруг у меня спорят кратное содержание какое-то, я даже не вернется вообще, ну, думаю, опозорюсь, вот, он вроде как бы ответственный товарищ, думаю, прочтет, а я-то вот, так вот, несерьезно отнесся, прочитал и многие вещи пересмотрел, и, знаете, самое важное, что произошло у меня после пробоя Дириана Штегина, я очень Богу благодарен за его, вот, его тоже называют дядей, вот, и думаю, что, не знаю, он еще жив, не жив даже, не знаю даже, но, думаю, на небесах, вот, после Господа хочу ему пожать в руку, именно ему, потому что вот, он мне очень сильно помог тогда в жизни, вот, и, и знаете, что произвело как бы работу эта книга? Она меня просто толкнула со всей силы к Библии, толкнула к Слову Божьему, вот, настолько, что я, знаете, как будто бы поел соленой-соленой еды, и тебя хочется пить, и ты уже не можешь о чем думать, и нужно выпить что-то, и нужно что-то жидкое, что-то мокрое, потому что на ее с этой селедкой там, допустим, да, с соленых огурцов каких-то, вот, это соленое, это вот еду такое поел я, и мне нужна вода, я знаю, где она, а где моя Библия? На славянском у меня была, не, 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 не на славянском, я хочу вот ту свою Библию старую на русском языке найти, я перерыл все книги, нашел эту книгу свою, нашел эту Библию, знаете, которую когда-то читал с упоением, ну, которую часто плакал, когда-то еще юношей, и, знаете, я открыл ее, от волнения не мог ничего даже прочесть, и, знаете, я слышу голос, тихий-тихий голос, ну, не дурак, чтобы, знаете, голоса не слышать там, но я слышал тихий голос, как будто моя мысль, там, и эта мысль была такая, голос мысль, Сережа, ооо, если бы назвал меня там отец Сергея, там батюшка Сергея хотя бы, Сережа, это очень интимно, одним словом, он, мы с ним себя так называли, только еще тогда, когда я был еще ребенком, он меня называл Сережа, я его называл папочкой, но это было давно, мне еще было 12-13 лет, значит, и вот мы жили так с ним, я обращался к нему, вот, читал Слово Божье, и вот у меня, у меня вот это был такой детский еще подростковый такой опыт переживания Бога, и я же никому не говорил об этом, понимаете, а здесь, сколько лет прошло, столько лет прошло, и опять он меня называет Сережа, и этот голос сказал, как голос мысли такая, Сережа, посмотри, я смотрю в книгу и не могу ничего прочесть вообще, у нас там от нервов, наверное, эти книги, просто не могу ничего прочесть, и дальше это слышно вот так, почему тебе было все хуже и хуже, ты старался больше и больше, а было все хуже и хуже, это пауза, я не могу ничего ему сказать абсолютно, а потом тот же голос мыслит и говорит дальше, потому что Слово Мое, оно ушло из твоей жизни, и все, и откуда пришло, куда ушло, я и не знаю, и сижу с этой Библии, и знаете ли, я снял табу религиозное, которым одержался все эти годы, я держался табу, я не обращался к нему своими словами, все эти годы, особенно с 91-го года, перед тем, как меня в Ильевее руководили, была генеральная исповедь у одного из духовников, старцев, и я ему рассказывал то, что никому не рассказывал, даже Железе мне рассказывал, вообще никому не говорил, вот, о своем опыте общения с Богом подростковым, и он сказал мне, что называть Бога папочкой, это, ну, фамильярно, это неправильно, нехорошо, и папой даже, только отче нашли жизнь на небесе, вообще своими словами не вздумав, не могла обращаться, никогда, держись только кануна в этих правилах, молитвенников, апокатистников, значит, там, прочих, моих пословных дно, по этим текстам молись, и я держался этого правила, я держался этого правила, Бог-следитель, хотя были позывы иногда, желание обратиться к нему своими словами, но я наступал себе на глобу, просто я пересекал, и эти позывы я пресекал, то есть я держался вот этого правила. Знаете ли, конечно, я свое религиозное чувство вкладывал в эти тексты, безусловно, старался, иногда даже что-то получалось, иногда даже, было очень даже так, ну, трогательно все, но для других, на некоторых акафистов, на некоторых молебнах, было такое, ну, прикосновение было свыше, но это были такие, знаете, как по чайной ложке, мизерные такие порции, что, ну, просто душа мне засыхала, а здесь он назвал меня Сережей, он сам спровоцировал, и я снова снял, я тогда снял этот табу, и я его снова называл своим папочкой, я снова его так назвал, и попросил меня прощения, сказал, что, знаете, если бы это не Григорий сказал, что батюшка, вот Слово Божье ушло из вашей жизни, я с тобой, это по какой-нибудь дороге от меня ушло-то? Как, да ты что, я каждый день читаю Слово Божье, на всех служениях, в любом, ну, в любом дне, на стаканском языке есть тексты, кстати, но чтение, чтение рознь, есть графы, есть логос, но при всем уважении к логосу, он не является мечом нашим и нашей жизнью, есть трема, откровение. И вот действительно, да, и действительно, знаете, друзья, дартия Сергея уже уезжает, сейчас, ну, до завтра, до завтра, да. Вот, и, ну, я еще вас немного продержу еще, да, чуть-чуть, хорошо. Моя жизнь – это тоже часть истории христианства, и каждого из нас судьба – это тоже часть истории христианства. Мы с вами на небесах узнаем всю историю христианства, всю историю церкви, историю судеб людских, нашего пути, каждого из нас, нашего пути с Господом, нашего пути к Богу. Вот, и благодарю Бога, который начал свидетельствовать, мой первый опыт общения с Ним был в 12,5 лет, почти 13 мне было тогда уже, вот, я заболел, тяжело и умер. То есть, ну, умер от того, что оба легких моих отекли, двусторонняя пневмония. Врачи не смогли спасти уже, было поздно, когда похватили, что это была пневмония. Оба легких отекли и констатировали смерть мою. То есть, все, вот это, как бы, моя первая часть жизни закончилась тогда. Я вырос в семье атеистической, значит, до мозговой кости атеистической, если можно так выразиться. Вот, в семье потомственных, там, чехистов, ветеранов чекарин, ПВД, значит. И, в общем-то, никакого отношения, никакой религии мы не имели. Хотя, моя, по матери, допустим, родня большая, они себя мусульманами все время считали. По матери я татарин, по отцу еврей, но вырос русским атеистом, обычно. Вот, как бы, история такая вот. Знаете, у нас в училище художественном, со мной училась одна девчонка, у них была тоже семья интересная. Мама еврейка, а папа цыган. Значит, потом такой, буду лайк, а гребень, он такой. Знаете, и, значит, и мы спрашивали, Лен, а кто твоя мама? Еврейка, а папа? Цыган. А ты кто, Лен? Да русская, русская. Выросли все русскими. Я наставил, что я русский. Вот, значит, и, знаете, ну, моя татарская дня, ну, все их представление тогда об исламе было, ну, как, обрезание, там, какие-то обряды, ну, на курбан, там, мясо поели. Ну, как бы, ну, в принципе, никакого отношения у нас к религии, у нас никто даже в мечети, я разу не был. Вот, хотя мой дедушка, Голи Ахмед, его звали, он у нас всех мальчиков татарских, еврейских обрезал, то есть к нему обычно все приезжали, приходили. Ну, такой он был, значит, специалист, будем так говорить, по этому делу. Вот, значит, и, как бы, мастер обрезания, будем так говорить, был. Вот, значит, и к нему приходили. Но, опять-таки, это была больше традиция такая, татарская еврейская традиция у нас по Волжье, я родился по Волжье. И, если украинские евреи хотя бы как-то сохраняли свою самую идентификацию, то наши, вот, по-волжские евреи, по-волжские евреи, кого я знал, они все потеряли свое еврейство. Даже, можно сказать так, большинство из них вообще даже не вспоминало, что они евреи. Так, вот, видишь, иногда, по случаю-случаю, там, вот, вспоминали. Вот, ну, это так. Все-таки украинские евреи, я в чем-то завидую, они все-таки больше сохранили какую-то свою самую идентификацию, значит, и какие-то корни, хотя бы какие-то корни, знаете, сохранили. Да, но это другая история уже. Вот, а татарская дня моя, они, в принципе, и от татарства своего-то тоже открестились, значит, и даже и татарский язык, особенно, там, никто уж не знал, не помнил. Это сейчас уже постепенно стало возрождение происходить, вот, в Тарстане у меня там, у меня пол Тарстана роднее. Значит, там, двоюродные братья, сестры, там, троюродные, там, все, там, значит, не, многие из них в мечети ходят регулярно, смотрю, там, мой, один из братьев моих, Ренат, его зовут Ибрагимов, он, значит, там, даже активный прихожанин, даже один из учредителей мечети, значит, там, у него все только халяль в холодильнике, и он, значит, с ковриком все время ходит, значит, молится, довольно ваххабистского, вот такого толку, такого, очень ортодоксального. Вот, но я все, все родные свои подписал эти инжиры, новый завет на татарском языке, подарил им, вот, свидетельствовал о том, что был сделан в моей жизни. Но в советское время мы жили все атеистами, как бы, да, каким от религии, значит, и я не имел представления никакого, ни о еврейской традиции религиозной, ни о исламской традиции, ну, кроме обрезания, там, и курбана. Вот, это как мясо поедет, и все. Вот, вот, и ни тем более христианской традиции, я не знал никакой. Но, вот, пережил встречу с Богом, вот момент смерти. То есть, даже за секунду до смерти я не знал, что Бог вообще существует в природе вообще. Ни Аллах, никто, ни Игова, никто. То есть, вообще никакого представления не было абсолютно ни о том. Вот, и, но я был перед ним. И потом я пережил возвращение в тело, воскрешение и исцеление полное. Потому что, если мы и воскрешение попытались как-то объяснить родителям, как вот именно склют резерв организма, и как-то еще какие-то глупости, вот, то очищение обоих легких, значит, в этот момент, это нельзя было никак объяснить абсолютно. Вот, представьте, оттекли оба легких, а когда вернулся, оба легких были чисты, совершенно чисты. То есть, я дышал ровно, без боли, без виска, без хрипов, не было никаких следов, чтобы было как-то немоги у меня. Понимаете, значит, это сверхъестественное было исцеление. Вот, и с того момента я, значит, себе не мог мыслить просто, ну, вне Бога. И это были такие подростковые переживания с Богом, о которых я свидетельствую, потом рассказываю. Вот, сейчас пишу книгу. У меня есть статья «Мой путь к живому Богу» называется. Вот так, знаете, она есть, краткое такое свидетельство. А сейчас пишу более подробное. Весной пришло название. После молитвы оно, само собой, как-то на лу пришло. И я бы сам не догадался, как название это не было. А они для других, для других ли. Я принадлежу к нему возлюбленному, возлюбленному мне. Соответственно, следующий месяц Элуль, аббревиатура Элуля, да, это как раз Али, Этоди, Этоди, Ли. Ах! Потрясающе. Есть книги «Песни песней». Книга «Песни песней». В книге всех книг есть «Песни всех песней». А в ней есть стих всех стихов. Еще до прихода Машир, до Рождества Христа, школам Шамая, школе, и школа Гелелия, вот известная, этим школам задавали один и тот же вопрос. Стих, какой стих в Писании можно назвать ключом, как бы, ко всем Писаниям? Кто ли? Пророком, ко всем Писаниям еврейским. И самое странное, эти школы, они все время спорили друг с собой, представители школ. Но самое интересное, в этот момент они пришли к одному и тому же мнению. Они именно этот стих выделили как ключевой стих. Да, слава Богу. Еще такой вопрос. Я знаю, что вы хотите информацию о православии, вот как бы, сходите, чтобы православная церковь, она была такой живой. А какие на вас взгляды, ну, ну, разумея на тем, что вот, что было бы, с чего начать, хорошо было бы? Что бы церковь была живой. Вы знаете... Ну, это же, ты сейчас, я не знаю, как сейчас летишь, в чем вы начали явить. Да, наверное, спокойно здесь, да, хорошая вещь, да, правильно, сестра. Вообще, вот, то, чем я занимаюсь сейчас, и последние годы, чем я занимаюсь, отказ от всякого рода многобожия. То есть, вот в наших собраниях, где я провожу собрание, просто, с православным иллюзией. А где он отъезд, по какому адресу? Парольные иллюзия, но в сети все есть. Ну, в принципе, у меня с собой есть кусочки, если что, подрывная литература, я царствую, подрывная. Вот, приглашайте ваших православных друзей и знакомых. 19 августа, особенно вот я хочу вас, ваших знакомых православных друзей, приглашайте 19 августа, преображение у них как раз праздник, на Кловской, там арендованное помещение. Там, кстати, община когда-то собиралась тоже, именно УТОС, это Леонида Первомайского, ГОС-6, это грамм возле станции Медротовская. Улица Леонида Первомайского, ГОС-6, это предприятие УТОС, там разные церкви арендуют время для собраний. Вход через проходную, лифтом на 4-й этаж. Каждое воскресенье с 9-й мэр там служение проводят, отец Алексей наш проводит служение, ну, не вот здесь сегодня, но отец Алексей Прошак, наш благощенный. Вот, и, значит, в этом воскресенье будет отец Виктор у нас служить, там наш миссионер в Черкасской области, значит, в селах трудится он, в Зеленогоровке еще в частности трудится. Вот, в этом воскресенье будем проповедовать. Вот, а 19 августа, ну, ваш покорный служащий, я буду проповедовать там, вот, и будет собор у нас посвящен преображению, и как раз будет тематика преображения человека, преображения личностей каждого верующего, преображения общин, церквей, конфессий, динаминаций и преображения всего тела Господа Иисуса Христа. Да, у вас там будни и дни есть собрания? А будни и дни пока нет, это арендована, там будет часовая аренда, и пока нет, но даст Бог будет. То есть там просто здания, да? Да, это просто здания, там арендуют разные церкви, время от времени собрания проводят разные, вот, там изучение еврита курса, там же есть, кстати, тоже. Да. Скажите, пожалуйста, вот в православной церкви нет покаяния, да, есть исповедь, то какая между ними, допустим, разница, и живая ли эта церковь? Это первый вопрос, и кто первый? И как вы относитесь к Архангелу Михаилу, изображению его на Майдане? Как художник, мне не нравится это изображение, как то он, ну, я не расист, но черный ангел, как-то это слишком, думаю, перебор как-то, вот, хотя, я бы изобразил по-другому, я бы изобразил как-то, ну, именно легкое, конечно, было изображение, красивое, возвышенное. Ну, у нас покровитель Иисус, покровитель земли, покровитель Киева, покровитель Украины, какое отношение имеет слуга Божий, и быть покровителем Киева, допустим. Ну, это уже мой вопрос, слушай, да. Но это не оккультизм. Оккультизм. Чисто, вот. Считать, что кто-то покровитель помимо Господа, это уже оккультизм. То же самое, допустим, когда, допустим, вот осенью праздник покрова Богородицы, я убеждаю братья, говорю, наш Бог покров, Бог покров наш, не Богородицы, не святые, не кто-то еще раз. Вот, и стихотворение даже, даже написал я на эту тему. Праздник Божьего покрова станем брать и отмечать, покровителя иного, кроме Бога, не сыскать. Он один ведь лишь нас знает, как ложимся и встаем, своим духом утешает, когда вдруг мы устаем. Всемогущ наш Бог небесный, Он из праха создал нас, любящий Отец чудесный, благодатью нас спас. Никакой святой на свете нас от смерти не спасет. Обратитесь, Божьи дети, к пастулю, что всех спасет. Матерь Господа Иисуса не защитница тебе, нет на свете слаще вкуса, чем спасение Господа. Бог покровство простирает, лишь на тех, кто в мире свят, а ступников карает, грешникам готов уж ад. Обратись, душа родная, в дом Отца, скорее вернись. Бог готов грехи прощает, отворим дорогу ввысь. Праздник Божьего покрова станем брать и отмечать, покровителя иного, кроме Бога, лучше Бога не сыскать. Аминь. Аминь. Слава Богу. И знаете, насчет покаяния и исповеди, к сожалению, практика современной исповеди в церквях православных, она является антибиблейской. И даже не библейской совершенно, и не христианской. Вот чаще всего я за свое время служения православного, традиционного священника, я встречал лишь очень немного священников, которые действительно указывали на Иисуса. Вот мой некогда духовный отец, отец Александр Петрович, духовный наставник мой, может так выразиться, кстати, еврей, он западной Белоруссии. И очень, вот, я Богу благодарен, что вот тогда, в конце 80-х, он стал для меня вот таким духовным наставником, для еще юноши, молодого служителя. Потому что он всегда при разговорах и приходил на исповедь, он указывал на Иисуса всегда. Он указывал на Иисуса, и вот в этом было спасение, на самом деле. Знаете, потому что, большей частью, большинство священнослужителей наших православных, я имею ввиду, они невозрождены сами свыше просто, не знают Бога. И больше того, вот как такового учения о возрождении свыше, его нет в православии современном. Оно как бы и есть, как бы, но его и нет. Понимаете, есть учебники, допустим, да, вот старый еще учебник, там, семинарский, еще дореволюционный, православное учение о спасении называется. Ну, сатриология, собственно, приглашается в семинариях, да, и мы ее сдавали. Но, знаете, друзья, то, что в этом учебнике изложено, это, по сути, антиевангелие. И вывод, лишь один из этого учебника напрашивался всем студентам. Я со всеми семинаристами переговорил на эту тему, ну, со многими, будем так и тогда. Кто-то тогда заканчивал уже семинарию с этим. Но у всех такое было мировоззрение уже после вот этой темы, что если Богу надо, Он так спасет. А если нет, как бы, да, не дергался, не рвался, не будет из-за никакого спасения. Вот, и большинство священников, даже уже будучи священниками, заканчивая семинарию, и даже академию духовную, знаете, как говорили мне, вот, умрешь, придешь, там уже все будет ясно. А пока-то не умрешь, ничего не ясно вообще. Вот, большинство священников, как спастись, в чем будет спасение, обычно отвечают, знаете, как вот, вот, ходи в храм, делай добрые дела, посты соблюдай, праздники соблюдай, значит, милость не оказывай, значит, там, ну, паломнические поездки совершай какие-то, что-то еще. То есть, но, что спасение, это дар Божий во Христе Иисусе, об этом не было даже полслова. И сегодня я, конечно, уже понимаю, что, вот, трудно от слепого человека, рожденного слепым, знаете ли, добиваться чего-то другого. Но Бог хочет, чтобы все люди спаслись, в том числе эти священники, чтобы имели жизнь вечную. Вот, и учение о спасении самое важное. Знаете, я даже многим очень людям, ну, так, получается, привожу к покаянию людей, там, в дороге где-то, в поезде, в электричке, там, в самолете, на улице, разные ситуации бывали. Я обычно давал советы некоторые такие, рекомендации, и даю такие. Вот, если ты уже, вот, возродился, то общайся, старайся общаться с теми, кто тоже любит Господа Иисуса Христа, обращает в Слово Божье, вникает в Слово Божье у себя в вашем городе, в вашей стране, на виде таких людей. Вот, потом давал советы, вот, ну, если ходите в храм, в церковь, в костел там, то поговорите со священником, найдите время, поговорите с пастором, священником, пресвитером, кто там старичный, кто там у вас там старший. Вот, поговорите с ним, и выясните, знает ли он Бога, спросите его, ну, давал такие добрые советы, ну, допустим, совет, спросить, спасен ли он сам, спасен ли он, вариант да или нет. Значит, а если спасен, он говорит спасен, то спрашивайте дальше, ну, на основании чего он так думает вообще, почему он так уверен, вот, кто ему это сказал, он так понимает. Если это на основании именно Слово Божье, он действительно, он может это объяснить, это спасение, рассказать путь спасения, тогда да, тогда он смело ходит в этот церковь. Вот, но если он не уверен, ни так, ни сяк, ни рыба, ни мясо, то лучше не ходите туда, потому что ничего доброго не может такой человек за кафедрой дать людям. Он и сам, вот как Алексей Лидеев говорил, кто-то колеблется сам, он заколеблется всех. Вот как бы, вот, и кто всякие метры мучения, значит. А действительно, должен человек знать путь спасения. И я помню в этом, в Удмуртии, давно уже, лет 15 прошло уже, проводил я семинар служения, значит, и там Пугачево город, и Ижевск, проводил служение там, евангелизационно были служения, тогда было свободно еще, можно было там проводить служение. И вот местный священник с ним был такой диспут, получился импровизированный. И он там много говорил, не давал мне слово вставить. Я взмолился уже внутри, и так говорю, Господи, ну, дай слово для этого человека, который бы послушал бы. И второе просыл я чудо, чтобы, ну, была такая возможность у меня это слово сказать. Ну, не перекрикили, ничего, нормально сказать. А он не давал даже слово вставить. И вдруг, на самом деле, пришло мне на ум слово необычное, я сам не додумался бы так вопрос в репро поставить. И второе исполнилось, моя просьба, вдруг пороза образовалась. Знаете, у меня как будто бы это в себе словесное, тут, кроется, прекратилось все. Он стоял и, как бы, ничего не говорил. Ну, я возьми и да скажи, вот то, что на ум пришло. А на ум пришло следующее, я сказал, вот вы как священник. А там в основном были в зале присутствующие, в основном, его прихожане. Или кто считал его своим священником. И в англесе верующих там было раз-два общался. Вот. И я сказал, что вот вы священнослужитель, здесь, ну, авторитет, здесь в этом городе, в этом поселке. И люди вас как священника знают. И вот спросил я его, вы как священнослужитель, скажите, вы сами спасены или нет? Я не помню, я даже сказал как-то так, пережили ли вы спасение, как-то так, или спасены ли вы. И он мне сказал следующее, в присутствии всех этих людей там. Он сказал, нет, не спасен, а нет, не возрожден, не спасен, не возрожден, и скорее всего пойду в ад. А, я спасил еще куда-нибудь после смерти. Второй вопрос. И он сказал, что скорее всего пойду в ад. И знаете, вот, и вдруг я, ну, он-то близко был со мной, я видел его близко. И он, ну, как сейчас говорят в России, стал догонять, что не то, что он сказал. Я же его за язык не тянул. Да. А он сказал, вот, знаете, и сам услышал себя самого. И остановился опять, опять пауза образовалась. Но я давай уже в этом направлении идти дальше. Я говорю, вот если вы сказали только что, и для людей, повторил слово и для него, его же самого, что вы не возрождены, и скорее всего пойдете в ад, то куда вы можете повезти с собой людей? Потому что большинство здесь присутствующих, они вам как пасторов, а священников доверяют. Ну, он перевел в этом стрелке в другое русло, разговор. Но самое интересное произошло в зале. После окончания, до того, ко мне было настроение, даже не враждебное, вот, большинство присутствовавших там людей, их настроили, что это сектант какой-то приехал с Киева, там, значит, там. Вот, значит, и очень так негативно все было настроено. Но там даже бабушки пришли с лопатами, значит, но я на них не готов, чтобы попасть. Вот, значит, на диспут с лопатами. И они стали весьма уражающие, знаете, ну, как бы это. Поэтому так смотрели, что там, ну, как бы, ну, жуть брала. Вот, но после того, знаете ли, многие из них задумались. Вот как одна из еврейских книжечек, они задумались, да? Вот, очень хорошая книжечка, очень хорошая тема. И даже некоторые православные подходили, благодарили, что вот, вот, как бы, этот вопрос прозвучал вообще. Вот это да. И, знаете, потом я уже был дома, уже здесь мы в Киеве жили. И, знаете, созванивались снова с теми удмуртскими братьями. И из Удмуртия эти братья рассказывали. Я спросил, вот, ну, как там тот батюшка вот он ведет себя. А он раньше хулиганил там. Ивангельских верующих третировал там, проходу не давал, обижал всячески. Вот, кричал прямо на улице, ввел себя неадекватно. Вот, и люди добрые даже, ну, ивангельские говорили. Мы даже святители священника идет, мы даже передали их дорогу, чтобы, значит, ну, не соприкасаться. Потому что он там, ну, поселок небольшой, все знают друг друга. И он как бы ретировал. И настраивал верующих, ну, своих против вот ивангельских верующих. И вы не представляете, а здесь мне эти братья говорят с Ижевской. О, батюшка изменился наш, говорит. Как бабки с Владимией вообще? Шелковые ходят весь спокойные, не ругаются, здороваются со всеми. Говорят, раньше такого не увидишь, не услышишь. Здороваются. А еще больше в хоррорку же произвело. Знаете, у себя в храме, он даже запретил разговорчики такие. А там опять начались такие разговорчики. Бабушки там после служения начали говорить. Вот, ну, там всякие баптисты, сатанисты понаехали опять, значит. А он как-то мрявнул, он бывший военный. Короче, молчать, разговорчики как-то встроили. Вот, значит, и сказал, вам нужно еще у них поучиться верить Бога, говорит. У бабушек, как говорится, челюсть отмисли. Раньше сам год первый заводила, а теперь... Их провоцирует учиться вере у баптистов. Вот это да. Вот я говорю, братья, слава богу, батюшка задумался. Потому что одна из благородных задач информации, это заставить их бить свою голову и на самом деле. И осознать персональную ответственность перед Богом. Не прятаться за коллективной ответственностью, что обычно для религиозного сознания. Да, друзья. И вот на практике, что я делаю? Убеждаю, и сам это держу в правилах, и убеждаю православных христиан, что всякое влияние Божие это грех. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Он великий первосвященник, ходатай нового завета. Он однажды и навсегда приобрел в искуплении вечное. И Он, и Иисус Христос, есть путь, истина и жизнь. И Он подчеркивает, что никто не приходит к Отцу, но только лишь через Него. И Он не сказал, что только лишь для протестантов, Его информация. Это для всех. Это для всех. Евреев, неевреев, православных католиков, протестантов. Неважно, кто ты. Есть дверь отверстая на небесах. Дверь открытая уже два тысячелетия этого ковчега Нового Завета. И поэтому, добро пожаловать в Царство Божие. Я всем о тебе говорю и буду говорить. И, конечно, многобожие, что оно делает, оно как бы дезинформация. Человек теряется. Если нет одного спасителя, непонятно вообще, как спастись. И идолопоклонство тоже самое. Вот даже, кстати, вот в отношении Христов и Он. Вот на мне, вы сейчас видите, вот крест, да и панагея. Панагея – это знак небесской власти. Вот для зрителей будет там понятно, что это архиеписк. Ну, это как генеральского опаса, допустим, для армии. Вот, значит, и... Так вот, и... Но, если я ношу эти изображения на себе, это все как бы условно-съедобно. Грибы с грибами сравнивают, опять-таки. Вот, можешь помереть, а можешь не помереть. Ну, как ты готовишь. Если кто-то думает, что он меня спасает, вот, просил Господь от такого, вот, значит, защищает, благоставляет, то это идолопоклонство. Это есть пятишизм. Это есть язычество. Идолопоклонство. Для меня это знаки моего служения, не больше. А прежде, в моем прежнем христианстве, православном, до 96-го года, я относился иначе к этому. Даже крестное знамение. Могу сейчас перекреститься, пожалуйста? Но тогда, в то время, я считал, что это, как бы, вот, защита такая. Защита, оберег такой. Знаете, вот, поясок с молитвами, допустим, носил. Что еще? Ну, в моем доме всегда было много икон. Это, как бы, отдельная история. Мешочки с землей с разных могил. Допустим, там, Матронушка, там, значит, там, Иванушка, там, Серафим Саровский, там, кто-то еще там. Много-много-много мешочков. Это, в основном, там, где я бывал. Или же были мои друзья. Я просил, чтобы оттуда горточку земельки с этой могилки мне привезли. Вот. Да, и если бы апостол Павел в мое тогдашнее жилище осмотрел, он сказал бы, «О, батюшка, я вижу, ты особенно набожен, ибо, хотя и осматривая святыни твои, да, я нашел там всякое». Да, и вот я жил таким образом. Я погружался в это религиозное мракобесие и считал, что это есть христианство. Представляете, я это считал христианством. Сегодня, я понимаю, это антихристианство. Потому что для меня, я говорю, Христос подразумевает христианство. Я говорю, христианство подразумевает Христос. Для меня это равнозначно. Вот все, что помимо Матчаха, помимо Христа, это для меня не христианство. Знаете, друзья, потому что ничем другим мы не можем действительно не похвастаться, не прославиться, вообще касательно религии, допустим, я сейчас изучаю разные религии. Потому что иногда меня приглашают в школы на те же сравнительные богословия, допустим, да, вот христианство, ислам, иудаизм. И любая религия имеет свои плюсы, минусы. И, допустим, иудаизм классический мне очень нравится. Ислам, классический именно ислам, мне очень нравится. Как в религии даже в чем-то, ну, выигрывают перед христианством. В чем-то. Но, понимаете ли, христианство, подчеркиваю, как в религии не уникальное. Единственное, чем уникальное в христианстве, это Иисус Христос сам. Все. Только личность самого Христа. Поэтому для меня Христос это христианство, а христианство это сам Христос. Все. Вот и в этом спасение, я знаю, и спасение для всех. Ибо нет другого имени погибом, как говорили те еврейские апостолы, данного нам человеком, которым могли бы мы спастись. А я продолжаю мысль, и говорю, которым спасены, и которым спасаемся. Слава Богу. И также по поводу мощей, однозначно, я от этого отказался. В 96-м году все. Отказался от всякого рода почитания мощей. И вот касательно вопроса, что бы сделал бы, я просто умоляю, братья православных, откажитесь от этого. Потому что это есть не христианство. Это имплантированное христианство, принесенное извне. И оно должно уйти вовне. И вот то же самое молитва за упокой. Знаете ли, я много молился за упокой. Это мистическое богословие, а то прелещает, конечно. В нем есть какая-то своя зюмень. Но это спиритизм. До ложной духовности. Я живу до ложной духовности. Я молился за упокой в руках. В 96-м я осознал, что это не мое. За умерших. Лишь есть один пример в Библии молитвы. Это молитва за воскрешение. Недавно умершего человека. Да. Но молитва за упокой души. То, что в христианстве сегодня присутствует. Частично в иудаизме и в исламе. Это все языческое. Это все на самом деле спиритизм. Да. Я хочу спросить о Тихо Сергееве. Смотрите, я знаю конкретно, что мама на небесах. Муж на небесах. Ну, все вот, которые, вот смотрите. Я просто благодарю Бога. Вот так, можно? Я благодарю. Я говорю, Господь, спасибо тебе за эти идеи, которые были совершенным планом на мою жизнь. Вот они были в моей жизни. И я благодарю за то, что вот мама, папа, муж там. Вот у нас, многие знают, Валентина Борисовна такая была, которая полнает похоронения. Она служитель. Была. Понимаете, и мы тоже сейчас на небесах и господа благодарю, что их имена записывают книгу жизни. Вот это. Конечно, это вот честиво, нормально, хорошо. Конечно. И то же самое мы делаем. И я делаю это. У нас это мы делаем тоже. Да? Можно, отец Сергий, смотрите. У меня насущный такой вопрос. Я жила в городе, и сейчас я живу в селе. И когда я начала просто там молиться за людей, ну, во-первых, у меня такой вопрос по поводу герба. Я смотрю, что весь городской район в таких жизнедеятельных гербах. У кого-то церковь, у кого-то колодец такие красивые. А у нас в селе, они говорят, это пошло еще с казачества, два сердца и разбиты двумя стрелами. И у нас до моего приезда туда побивало очень много молодых пар. То есть вот они хотели пожениться, в аварию попали. И вот так. Потом поставили крест на дороге. Аварий было много и так далее. Вот может это туда относиться. И еще у меня там есть вопрос. То есть я дружу с разными конфессиями. У нас есть два монастыря и со священниками я общаюсь. И я стараюсь их почитать и просто они не знают, что я протестантка, что я просто могу там сшить рызы, благословить батюшку. Они меня знают просто. А народ в селе говорят, это современная монашка. Такую кличку. Современный, продвинутый монашка. Да, они знают, что я верующая. И что, к чему я это веду, что у нас просто грехи у людей. Я думаю, что в городе это их даже не слышали. Потому что многие бабушки мне открываются. И я увидела, что любовь меня туда привез. Потому что есть такие молодые парни, которые живут с козой. Другие, у меня бабушка, это моя мама-подружка, у нее всю жизнь она жила с мужем, родила трое-четверо детей. А ее муж жил со своей мамой. Ну, я просто о таких грехах даже не слышала. И я смотрю, что когда вот... В общем, я к чему это говорю? Что много разных конфессий. Со всеми я дружу, стараюсь всех почитать, уважать. Но они как бы не идут в массу. То есть нормально, если я, допустим, буду пробовать объединять и хотя бы на молитву. Или выходить. Потому что я, когда иду одна, у нас страются все, принимая Бога. Никто у нас нету такого, как в городе тебе плюнул или въехал. Хотя, ну, есть и одержимые там. Вот. Верещат, когда мы приходим. Но, в основном, люди готовы, принимают Бога. И я просто говорю, что идите в разные... Я беру за руку, идет православная. Я веду ее в православную. Идет к пятидесятникам. Пошли к пятидесятникам. Главное, чтобы вы принимали Бога. Я вот просто... Мне интересно ваше мнение. Мнение о чем? Объединять вот разные там... Конечно. Многие пробовали соединять на молитвах. Ради цели это благое. Ради спасения людей, конечно же. Да. И тем более вместе можно участвовать. Тем более, что даже люди традиционные, допустим, религиозные, там, заблуждающиеся, они, смотря на это, как бы не участвуют в этом. Думаю, многие из них там действительно и о своей вере поразмыслят. Потому что, в принципе, многим христианам нужно просто истрезвиться. Узнать, что есть главное, что есть стерстепенное в их вере. Вот. Что есть основание Иисус Христос. Вот многим священникам показать на это, это будет очень хорошо. Тем более, показать это примером своим. Да. Своей верой, примерно. Потому что спрашивают, Лена, где твой приход? Да. Я говорю, просто мы ходим по домам, молимся за людей. Слава Богу, да. Я добавлю, это звучит, когда апостолу Павлу сказали, что я измени Бога, поставлю не человеком, а Богом, и пошел к язычникам. Вот это напоминает, что Иисус в последнее время уже не будет смотреть в рясы, но он будет покорять вере язычников. Слава Богу. Ну так, что, друзья? Ну, здесь я уже не копитен, я уже, гербаф-то. Да. А еще такой вопрос. А может, вот вы рассказывали, да, за православных батюшек, которые, условно, ведут традицию вот эту, да, но от Бога, как бы, ну, людям близко не несут. Можем мы молиться за такого батюшку, чтобы он как-то... Конечно, даже нужно, думаю, молиться. Ну, без его ведома, например. Или ему надо спросить... Никто не хочет ссориться за батюшки. Это просто ссорить. Понятно. Мы думаем, что они обидятся, нас называют сектантами и так далее. Не, молиться вообще... Я, допустим, молюсь, я никому там не... Особенно не объявляю, что я за вас молюсь. Вот зачем им объявляться? Вот у людей порой такой страх, значит... Не, конечно, значит, если молитесь там о чем-то там плохом, не знаю. А если о хорошем, то все хорошо. Если молитесь, чтобы действительно, чтобы священники покаялись, обратились к Богу, к живому, пережить Бога, свою жизнь, это хорошо. Вот, я думаю, что из меня кто-то помолился, тоже наверняка помолился, так же. Я очень рад этому. А если вы мне это рассказали, что за меня борются? Хватит, не знаю. Я помню, когда тоже одна протестантка мне говорила, батюшка, будьте благосновены. Я говорю, о, нет. Как я это сказал, я помню. У вас свой Бог, типа у меня свой Бог. Все. Мне своего благосновения достаточно, пусть на вас вернемся, говорю, благосновение. Много всяких страхов, суеверий, всяких христианств тоже. Ну, это как любые люди, в принципе. Но самое главное, нам нужно держаться в головы Господа Иисуса Христа. Взять на Него и идти этим путем. Вот, и реформация, конечно, в каждой конфессии, она имеет свою какую-то изюминку, свою какую-то, свои нюансы. Допустим, протестанта не нужно разжевывать, что там, там, молиться, там, не надо, там, кому-то еще помимо Господа. У протестантов так оно как бы уже и по умолчанию уже имеется в виду. Вот, это хорошо. Но у протестантов свои есть проблемы, вот, в определенной программе. В каждой конфессии Бог поднимает своих реформаторов, своих, вот, тех, кто именно возвращает к основанию, к фундаменту, к самому, к самому спасителю Иисусу Христу. Поэтому, по сути, реформация, она заключается, вот, как вот Иисус говорил, что, как Моисей возьмет змею в пустыне, да, так должен быть и вознести Ану Сыну Человеческому, дабы всякие верующие в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот, как те ужаленные, укушенные, да, для них был выход один. Это взирает на вот этого медного змея. И, кстати, в оригинальном тексте грейском, там не только имеется в виду змеи, как вот, ну, обычные, да, змеи, а там еще стоят серафы, серафины. Кстати, в одном из украинских, украинского перевода, например, вот, мне отец Алексей показывал, там тоже стоят серафы. Вот, поэтому, вполне возможно, Маше сделал, по повелению Всевышнего, не просто, там, гадюку или герзу, или какую-то еще нечисть, а серафа, то есть серафима. Вот, кстати, сегодня день рождения нашего среднего сына, которого мы тоже назвали серафимом. Вот, серафим, да, значит, серафим, спасибо передавайте вашей области. Вот, значит, и серафим, обычно мы первые значения смотрим всегда, это пламенеющий, горящий, огненный, но, господа, есть и другие переводы сегрита, серафы, да, значит, а другие переводы, они жадящие, поражающие, да, но это тоже, ну, как бы, ангел, ничего личного, как бы, это посланник Всевышнего. Вот, и серафы, серафимы, конечно, у нас ассоциируются с чем-то, только вот таким, ну, добрым, да, значит, но, однако же для человечества он может быть и смертельным оружием для человеческого рода, потому что среди поражающих Израиля были не только змеи обычные, но и серафы, то есть жадящие. От такой змеи можно еще было отмахаться как-то, знаете, от таких змей, кобры наползли, допустим, гюрза, там, очки, еще змеи, но попробуй защитить от сверхъестественного змея, шарящего, пернатого, у которого шесть крыл, и ты против него бессилен вообще, беспомощен. Ты просто можешь какого-то запить Всевышнего Бога. И вполне возможно, чтобы было сделано изображение серафа. Кстати, у меня есть эскиз одного такого, такой, многофигурной композиции, монументальное полотно такое. Я вообще художник своей специальности, да, церковный художник-оформитель, и большей частью занимался пейзажем всегда, но в последнее время у меня эскизы такие рождаются, таких многофигурных, больших композиций. И вот одна из таких композиций, как раз вот этого серафа возношения, то есть я сделал все-таки изображение именно серафа. Двумя закрывает лицо, двумя метает, двумя прикрывает ноги. Издалека это как крест, напоминает крест. Вот, и как раз, а дальше, на фоне там уже образ и еще, силуэт такой, вот, еще просматривается. И люди в древних одеждах, еврейских, египетских, взирают на, значит, этого изображения серафа вознесенного. И в то же самое время, в той же композиции есть и фигуры уже в современной одежде, там, ну, как наши современники, тоже взирающие, да. То есть, как бы, и послание такое, что именно вот, как Моисей возьмет сми в пустыне, так должен быть произнесено и сыном человеческом. И он возьмется действительно так, таким образом. И теперь всякий, кто призовет, или Господь не спасется. Сегодня для любого ужаленного, любым видом греха человека, сестра Шахировна оказалась в селе, услышала о многих грехах. Я жил в селах, в Рязанской области, в Брянской области, жил и в городах, тоже был настоятелем храмов. И как священник я принимал в исповеди тысяч людей. И то, что я услышался, меня теперь удивить каким-то грехом, ну, просто невозможно. Понимаете ли, я услышал тогда еще, молодым священником, все какие мысливые, немысливые грехи вообще. Такого и даже ты не покажешь теперь. Вот, значит, и поэтому, думаю, что, значит, удивить трудно уже, как бы, бывалого священника грехами. Но я знаю выход. Теперь я знаю для всех, любого человека у ужаленного, любым видом греха, есть выход один взирать на начальника веры, совершить веру Иисуса Христа. И тогда, даже если ты полностью уже онемел от яда этого, весь укушен, раскушен этими змеями, но ты взираешь через, не могу, через, не хочу, взираешь на начальника веры, на Иисуса Христа, то этот яд, он нейтрализуется. Любой, абсолютно любой яд. Вот, и это спасение для человеческого рода вообще, для любого человека. И сегодня, действительно, там, всякие, там, гербы, знамена, флаги, там, значит, многие, много... Даже веки, веки, веки. Ой, тоже. И всякие веки, и все. Всех надо любить, и всех приводить к Господу, потому что всем нужен Бог живой, действительно. Вот, есть спаситель над землей, лишь один Господь, Иисус Христос. Он действительно есть спасение для всего человечества и страдавшегося. Для всего, абсолютно всего. Вот, и пусть Бог нас благословит в этом. И пусть наше христианство будет Христос. Пусть наше христианство будет Христос. И, действительно, первые ученики, первое поколение верующих, они не имели ни храмов, там, ничего, ни таких торжественных богослужений, там, много чего они не имели, но имели Христа. И самое великое таинство – это Христос в нас, упование славы. Вот, я подчеркиваю, все-таки, есть разные, конечно, мнения, разные переводы и мнения разных богословов, но вот это пророчество, которое исполнилось первым, когда наш христос пришел, да, когда родился Христос. Кстати, мы в этом году будем осенью отвечать, как раз тоже вот на осенних праздниках, ризбок осенью для Украины будет, наверное, шоком. Значит, мы в прошлом году пели, позапрошлом как раз вот «Йом Труа», «Рошошана», значит, потом, значит, «Инда Суркота» пели. И многие другие песни еще там, а еще там рождественские эти. И некоторые приходили в собрание, как, а что, Рождество на голову, а вот это же, говорят, «А Христос народы все, слави меня». Вот, и, конечно, дело не в датах, конечно, Рождества. Главное, чтобы Христос родился в сердцах людских. Вот послание самое главное. Как? Не подходи, но самое главное именно в этом. И когда Христос родился, то действительно исполнилось пророчество. И первое, что назовут его Эммануэль, да, Эммануэль, «С нами Бог», но, опять-таки, один из вариантов, я с ним больше соглашаюсь в переводах, именно «Внутреннасущий Бог», «Внутреннасущий Бог», «Эман». Потому что, если рядом с нами, близко с нами Бог, то это надо написать «Этануэль». Это похоже написание даже, и звучание похоже, но принцип различен. Этануэль – это «С нами Бог», «Возле нас», «Близко с нами Бог», но Эману – растворенный, сущий в нас Бог. Это совсем другое переживание. Это как проничь в нас. Я принадлежу моему возлюбленному, да? Вот это «Ани», «Ле-Доди, Ле-Доди, Ли», вот это «Ле-Доди, Ле-Доди», оно же описывается как, ну, высшая степень наслаждения. Я в тебе, ты во мне. Полностью мы без заставки друг другу принадлежим. И даже, если не брать юридический текст, даже если взять греческий чистый текст, даже он об этом косвенно намекает. В частности, вот когда Иисус уходил уже, да, все перед Вознесением, Он сказал у Марка, помните, как записано в Евангелии, что «Идите попсимонировал, проповедуйте, да, Евангелие, кто будет веровать и креститься, спасен будет». Там какое слово? Баптизу стоит, да? Баптизу. А баптизу, дамы и господа, в том старом греческом языке, коне, да, означало не просто, как в современном греческом, баптизу погрузить, в смысле окунуться. Это в современном греческом. А в том наличии, в кое, означало баптизу погрузиться и там и остаться, и никогда больше не выгружаться. Навсегда погрузиться, означало. Все. И это слово, баптизу, и за 200-300 лет до Иисуса, и потом уже после, 200-300 лет после него, то есть в то время однозначно оно использовалось для, допустим, описания солей огурцов. Я хороший пример в этом нашел. Солей огурцов. И для описания малосола баптизу не использовалось. То есть, если огурец имеет соль лишь на шкурке, а внутри сохраняет еще свежесть, его баптизу не называли. Баптизский огурец, только лишь тот, кто имеет соль внутри себя уже, имеет соль в себе уже. Вот это есть баптизу. Поэтому баптизу, это, товарищ огурцы, быть сорванными, и с грядки в катки, и просолиться полностью вот тем, во что ты погрузился. И весь этот рассол, это соль, чесночок там, травки, все-все-все-все-все, смородинка, все, что в тебя проникло. И ты уже от своих собратьев погряз отличаешься всем, и вкусом, и запахом, и цветом. И имеешь соль не просто на шкурке, а в себе уже лишь.